Вот так, ярко и празднично в Нижегородской консерватории открылся фестиваль «Полифония жизни», посвященный 70-летнему юбилею народного артиста России, композитора Эдуарда Фертельмейстера. В первый день фестиваля звучали его хоровые сочинения. Все свои опусы композитор ласково называет детьми. Одно из них – «Песни сердца», концерт-рапсодия на еврейские темы. Сегодня он исполняется по всему миру, а на юбилейном концерте прозвучал в исполнении муниципального камерного хора «Нижний Новгород». Дирижер Иван Стольников рассказывает, концерту готовились около месяца. Написано для хорового театра, это предполагает не только вокал, но и сценическое движение. Мы постарались передать это настроение праздника, потому что это действительно человек, который очень многое значит для культуры Нижегородской области. Также в этот вечер прозвучал вокально-хоровой цикл на стихи Сергея Есенина «Свищет ветер». Сольную партию исполнил солист Нижегородского оперного театра Александр Зубаренков. В интервью вокалист признался, что влюбился в музыку Эдуарда Фильтрмейстера буквально с первых нот. Музыка Эдуарда Фильтрмейстера в своей простоте, она закрывает божественную лирику. Она затрагивает особенности души, которые остальные современные композиторы затронуть не могут, по крайней мере, в моем сердце. За 50 лет творческой деятельности Эдуард Фильтрмейстер работал почти во всех жанрах. Более 25 лет писал музыку для драматических спектаклей в Театре юного зрителя. Но особое место в его творческой копилке занимают мюзиклы. В программе фестиваля на сцене Нижегородского оперного театра прошел показ двух его мюзиклов – «Коко Шинель. Страница жизни» и «Красавец-мужчина». «Красавец-мужчина» Музыка изумительно красивая, он великолепный мелодист, он настолько тонко чувствует душу женщины. «Красавец-мужчина» Фестиваль завершился галоконцертом на сцене Нижегородской филармонии. Зал был переполнен. Поздравить Эдуарда Борисовича пришли друзья, коллеги, ученики и, конечно, обычные слушатели, которые знают и любят его творчество. В этот знаменательный вечер маэстро встал за дирижерский пульт. Эдуард Борисович руководил Нижегородской консерваторией более 20 лет. Это был путь к успеху. И сегодня Нижегородская консерватория – один из лучших музыкальных кузов России. И все в один голос благодарят за это Эдуарда Борисовича-фертельмейстера. Дорогой Эдуард Борисович, хочется поблагодарить вас за вашу многогранную деятельность, за ваш многоплановый талант, за такое разнообразие того творчества, которое вы создаете. Огромное спасибо вам за это музыкальное приношение, которое вы принесли нам всем, нашему городу, всей стране в течение вот этих вот четырех дней. Это поистине историческое событие. Хочется пожелать вам удачи, оптимизма, здоровья и постоянных новых творческих свершений. С волной внезапного тепла, любовь пришла, любовь пришла, и стали ярче свет и тень. Огромное спасибо вам за это музыку и за счастье исполняйте эту музыку. Спасибо. Благодарность этой жизни за то, что она окружила меня такими людьми. Благодарность людям, которые отдают мне тепло своих сердец, своих душ. Благодарность тем, кто мне помогает, в том числе организовать сегодняшний праздник. Благодарность к вам, которые пришли и слушают то, что мне хотелось сказать вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ